28 ноября текущего года в ходе специальной совместной операции правоохранительных органов согласно концепции Хорадуара 2021 в Мирзулукбекском районе столицы был задержан гражданин республики Киргизстан 29-летний Эссен. Его задержали на пересечении улиц Гульбадан-Бегем и Дурманьоле в тот самый момент, когда он пытался забрать спрятанный под деревом сверток, в котором, как позже выяснили эксперты, находилось около 250 граммов синтетического наркотика. При обыске по месту его временного проживания в качестве вещественных доказательств в присутствии понятых были обнаружены и изъяты электронные весы, изоленты, пакеты для упаковки синтетика, а также полграмма гашиша. При первичном осмотре мобильного телефона выяснилось, что Эссен получил в интернет-аккаунте инструкции по изъятию наркотиков из обозначенных мест, их расфасовки и мест по размещению закладок. Эссен был доставлен в следственный отдел управления координацией деятельности органов внутренних дел Мирзулубекского района для проведения дальнейших следственных мероприятий. В ходе проверки были выявлены механизмы сбыта синтетических наркотиков. Оказалось, что Эссен, находясь в Киргизстане, нашел работу через телеграм-канал, где неизвестный работодатель предложил ему крупную сумму денег, если тот приедет в столицу Узбекистана и займется реализацией большого количества синтетика путем закладок, предварительно расфасовав его на дозы. Эссен согласился на такое предложение и в июле текущего года приехал в Ташкент. Уже с первых дней пребывания он начал заниматься реализацией мефедрона и за 4 месяца разместил по городу порядка 500 закладок синтетического вещества, общим весом 700 граммов. Оплату за свои услуги он получал еженедельно через сеть интернет на электронный кошелек. Необходимо отметить, что в ходе оперативных мероприятий правоохранители пресекли распространение наркотиков на общую сумму 248 млн 490 тыс. сумм. По данному факту в отношении подозреваемого Эссена было возбуждено уголовное дело по статье 273 части 5 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а именно незаконное изготовление, хранение, приобретение или же другие действия с наркотическими веществами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, равного их сбыт, в отношении подозреваемого Эссена была примена мера пресечения в виде заключения под стражу, следствие продолжается. Уважаемые жители и гости столицы, если вам предлагают работу посредством сети интернет, не спешите сразу соглашаться. Вначале убедитесь в том, что работодатель и предлагаемая работа никоим образом не противоречат законодательству Республики Узбекистан, и в дальнейшем у вас не будет проблем с законом, так как у Эссена. Теперь же, если суд признает Эссена виновным, то ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Поэтому будьте всегда бдительны.